Столица Поднебесной закрыта на карантин. Там зафиксирована новая вспышка COVID-19. До этого Пекин держал оборону без малого два месяца. 57 дней в стране не было ни единого случая местного заражения. Вирус выявляли лишь у приезжих. Источником новой вспышки считают оптовый рынок Синьфади. Коронавирус нашли на досках для разделки рыбы. Продукт мигом убрали с полок в супермаркетах. Рынок закрыли. Мы действовали в данной ситуации очень оперативно. Мы поставили барьеры на пути возможного расширения эпидемии. Мы смогли установить источник заражения и перекрыть все пути для коронавируса. Вирус не отпускает и Центральную Европу. В немецком Редавиденбрюке вспышка инфекции зафиксирована на мясокомбинате. Коронавирус выявили у четырех сотен сотрудников. На карантин поместили 7 тысяч человек. В Берлине из-за локальной вспышки болезни карантин в многоквартирном доме. Анализы оказались положительными у 57 жильцов. Локдаун введен в четырех сотнях квартир. Мы достаточно скоро поняли, что заражен весь дом и всех надо поместить в карантин. Но серьезной проблемой стали очень стесненные жилищные условия. Не просто заставить 8 человек в двухкомнатной квартире не пересекаться друг с другом и оставаться в изоляции две недели. 16 июня рекордный показатель с конца апреля. 258 новых случаев заражения за сутки. Антирекорд в Украине. 16 июня там заболело 758 человек. Умер 31 пациент. Мы должны пользоваться масками. Мы должны поддерживать социальные дистанции. Мы должны пользоваться антисептиками, чтобы у нас не было таких жахливых цифр каждого рака. Пандемия ускоряется, заявляет ВОЗ. По данным организации, 19 июня в мире было выявлено 150 тысяч новых случаев. Это антирекорд с самого начала пандемии. Почти половина из всех – в Северной и Южной Америке, а также в Южной Азии и на Ближнем Востоке. В мире уже более 8,5 миллионов инфицированных. Умерли более 450 тысяч человек. Выздоровели более 4,5 миллионов пациентов. Мир сейчас в новой опасной фазе. Многим людям, понятное дело, надоело сидеть по домам. Страны хотят открыть экономику. Однако вирус все еще быстро распространяется. Он все еще смертельно опасен. Большинство людей до сих пор уязвимы. По последним данным, в Беларуси выздоровели более 36 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зафиксировано порядка 58 тысяч случаев заболевания. Пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства. Новую форму общения с гражданами в период пандемии осваивают сенаторы. Это так называемые стримы. Видеотрансляция в режиме онлайн. Первым новинку испытал на себе зампред Совета Республики Анатолий Исаченко. Белорусы отправляли вопросы сенатору на личную страницу Фейсбука. Посмотрим, как у нас получается, как пойдет. Ну, наверное, будет эффект, будем дальше развиваться. Хотя, я думаю, здесь возможностей очень много для развития. Хотелось бы нормального, открытого диалога, чтобы это действительно был диалог. Потому что аудитория большая и хочется получить те вопросы, которые потом помогут в дальнейшей работе. Свои коррективы COVID-19 вынес во вступительную кампанию этого года. Потоки абитуриентов будут разделены. Для сдачи русского, белорусского и математики выделили два дня вместо одного. В аудитории одновременно будет находиться не более 50 человек. Абитуриентов рассадят на расстоянии не менее метра друг от друга. В помещениях для сдачи будут стоять антисептики. Аудитории будут регулярно проветриваться и дезинфицироваться. На ЦТ регистрировались онлайн. А количество площадок для сдачи в резервные дни увеличилось. Раньше мы в этот резервный день централизованное тестирование проводили в одном месте. Это Белорусский государственный университет. Теперь с учетом особенностей ситуации мы добавили еще пять мест централизованного тестирования в резервные дни в регион. Врачей по всей стране, борющихся с коронавирусом, продолжают активно поддерживать. Представители белорусского бизнеса передали 6-й столичной больнице 4000 защитных комбинезонов, 45 тысяч специальных шапочек, около 18 тысяч нарукавников. Помимо спецзащиты, медработников порадовали корзинками со сладостями. Это знак поддержки медицинских работников в этот период борьбы с коронавирусной инфекцией. Безусловно, это знак поддержки всему коллективу, каждому сотруднику, начиная с санитарочки, заканчивая врачами, заведующими отделениями, кто работал и работает на весь период этой эпидемии. Несмотря на пандемию, белорусских туристов ждут в Турции и Албании. На территорию последней соотечественники могут попасть уже сейчас. Чартеры в Турцию полетят 1 июля. Рейсы из Минска запланированы в Анталию, Измир, Бадрум. Также в Анталию можно будет улететь из Гомеля, Гродно, Бреста и Витебска.